Парни, всем салют! Меня зовут Артемий Фиван. Я хочу сегодня поделиться с вами своей радостью покупкой очень хорошего эхолота на сезон 2020. Мы с моим напарником Вовой долго думали в 2019 году, какого же нам прибора не хватает. И действительно, парни, у нас есть прибор стрекоза, так называемая, семерка. Которая отлично сможет вниз, даунскан, навигатор. У меня у самого прибор Лоуренс Хук, простой четверка с GPS, который просто эхолот и плоттер, навигатор. Все-таки, парни, блин, современные рыбалки, я участвую на соревнованиях. Находясь в таком рыболовном прессинге, нужно эхолот, который обладает возможностью сканировать стороны, так называемый сайдскан, да? Влево, вправо. И, проходя на лодке, вы можете охватывать большую площадь водоема, наблюдать то, что находится внизу, заносить точки навигатор, смотреть влево, смотреть вправо, и, увидев какие-то коряги слева или справа на каком-то расстоянии, иметь обязательно возможность отметить точку. И потом заплыть на эту точку. В моем эхолоте я мог забивать точки только смотря вниз. Вова тоже забивали точки, находя корягу путем проплыва над ней, или какие-то барханы над рыбой. Но вот именно нам нужно сейчас широкое покрытие водоема. Поэтому мы провели, проштудировали рынок, посмотрели, какие эхолоты пользуются спросом. Да, были мысли Garmin Striker, он стоит сейчас около 55 тысяч, это Striker 7SV, SideView. Много обзоров было. Доктор Зая смотрел, известного обзорщика на YouTube. Все-таки нам не понравилось, что плохая детализация на Striker 7 недостаточно. И при увеличении объекта слева или справа картинка растягивается. И также запись карты была в ограниченном режиме, ограниченного объема. Поэтому мы смотрели какие-то бэушные эхолоты Lorenz, серии TI, серии HDS. Но тоже приборы стоили около 45 тысяч, поэтому не представляло возможности такой прибор приобрести. И вот, значит, теперь посмотрели мы текущую ситуацию и увидели, что в 2020 году выходит новинка от Lorenz. Это Lorenz Hook, но серии Reveal. А в особенности семерка с датчиком Triple Shot. Давайте я расскажу поподробнее, что каждое название обозначает. Вообще у Lorenz серия Hook она идет бюджетный вариант. Простой, с автонастройкой. Есть, конечно, серии дорогие, с дорогими датчиками. Но в целом Hook это идет бюджетная, доступная серия для рыболовов по всему миру. Но здесь дальше нужно разбираться с названиями. Функция слова Reveal означает, что на нижнее сканирование накладываются дуги рыб, чтобы любой рыболов мог точно понять, что рыба это рыба, что дуги это рыба. Зачастую новички, покупая структурсканеры эколоты с нижним сканированием, видят коряги, видят маленькие черточки, планктончик у коряги, и они не могут понять, то ли это рыба, какая это рыба, лещ, или хищник, окунь стоит. Вот функция Reveal, она как раз и много помогает увидеть, что дуги это рыба. Дальше семерка, семерка это размер экрана, и самое главное это датчик Triple Shot. Triple Shot это сочетает в себе три вида датчика, Free in all, то есть три в одном, Triple Shot. Первый датчик это обычный сонар Эхолот с технологией ЧИРП высокочастотный, Второе это датчик DownVision, который бьет вниз, показывает структуру под ваши лодки. И естественно то, чего мы так хотели это Сайдскан. Сайдскан сайдстороны. Сайдскан, который именно читает всю информацию по боковые, так называемые боковые лучи. Короче, в итоге мы посмотрели, что это новинка, посмотрели его функции, увидели цену 53 410 рублей на сегодняшний момент, это июль 2020 года. Мы поняли, для себя мы решили, что этот прибор для нас будет оптимальным. Потому что мы у нас лодка ПВХ, по бюджету мы очень сильно ограничены, приборы и так стоят хороших денег, 50 тысяч, не каждый может себе позволить. И все-таки там есть такие функции, о которых я расскажу сейчас поподробнее, но эти функции пришли в этот прибор, в эту бюджетную серию Хук из более дорогих серий TI, LIV и HDS. Короче, этот малыш заряжен как взрослые приборы и мы посмотрим, что он покажет в сезоне 2020 года. И будем вас, будем делиться видео, будем делиться удовольствием использования такого прибора. А сейчас, парни, надо его открыть, надо распаковать. Кстати, смотрите, мне очень понравился интереснейший дизайн коробки. Такая плодная увесистая коробка. Сразу чувствуется, что там не какой-то прибор такой за 10, за 15 тысяч, за 20. Серьезно. Есть вирка с QR-кодом. Трандюйсер included, значит, датчик в комплекте включен. Просто бывают приборы у некоторых фирм, допустим, Raymarine Element, где у вас есть возможность купить без датчика прибора и с датчиком. Тут наш прибор, включен датчик US Coast Road. Сборка Ловренс 7-ка ревил трипл шот. Классно. Красочные превьюшки картинки. прибор производства Maduin Mexico. Maduin Mexico. Подсказка App Store, Google Play и Lawrence Service & Support. Это сервис Lawrence, где регистрируются картой. Давайте уже попробуем открыть его наконец-то. Наконец-то посмотрим, что там внутри. Коробка, как я говорил, основательная. Что тут пишут на коробке, да? Hook Reveal 7-ка трипл шот. 7-ка, 7 дюймов экран. Технология Chirp, Downscan Imaging, нижнее сканирование. Genesis Live, это значит запись карты глубин в онлайн режиме и сохранение. Fish Reel, это значит дуги рыб накладываются на структуру. И Sidescan Imaging, вот показаны. Sonar, бок светит. Боковое сканирование. Echolot, Cardplotter, Fish Finder, Cardplotter. Так, что там есть? Так, ничего себе датчик, парни, triple shot. Вот это я понимаю основательный датчик. Размерчик, сам говорит за себя. Да, нормальная лопата. Так, кабель питания. И наконец голова. кнопочная, Вот она. Вот она. Хороша. Хороша. Голова кнопочная, не сенсор. Вот написано Hook Reel 7TS. Triple shot означает. Стилизованные вот эти дуги серии Hook. Вход, питание, под датчик. Слот для флешки, microSD. Здорово. Так, я тут вижу, что Echolot можно крепить в панель катера посредством четырех винтов. Либо на кронштейн. Сейчас посмотрим. Я понял, вот такой кронштейн. Попробуем примерить. Так. Так. Нормально. Что еще есть? Инструкция. Опа, парни. Лоуренс сервис и суппорт. This project is covered by Лоуренс сервис и суппорт referred to www.lourense.com for more information. Это какая-то гарантия, похоже. Руководство пользователя. Неплохо. Ух ты, какие картинки классные. ну, у кого-то такое прям. Все четко. Опа. Карты. Карты, парни, карты. Так, это ладно. Что еще есть? Опа, смотрите. Американцы нам наклейку Лоуренс дарят. можно сделать на свое судно либо где-то разместить. Предохранитель. Кронштейн, перекрепление к струбцине. Саморезы. заглушки сюда. Заглушки сюда. Заглушки сюда. А, главные барашки, крепления. Ну, в принципе, все. Вторая наклейка. Неплохо, парни, неплохо. Надо все это сейчас взять и собрать. Ну, что, парни, начинаем разбираться с нашим прибором. Так, я вот собрал голову на такую площадку, подключил к аккумулятору. Кстати, ребят, сразу скажу, такие эхолоты требуют уже более-менее объемного аккумулятора. Вот у меня здесь 12 вольт, естественно, 12 ампер часов. А так можно даже больше. 7 ампер часов уже, ребят, забудьте. Это будет слишком маленький аккумулятор для такого прибора. Так, ну что, попробуем включить. Загружается. такие приборы для подключения аккумулятора, чтобы во время тряски на волне ничего не открутилось. Загружаются такие приборы некоторое время. Это нормально для них. Опа! Парни, поехала! Презентация. хук-ривил с фиш-ривил. Си-фиш-лайт опан скрин с фиш-ривил. Комбайн с таргетс опан хук-ривил с трипл-шот модел с сайд-скан. Да, красиво, красиво. Красиво, парни, ничего не скажешь. Так, ну давайте, настройки. Установки, система, язык русский. Кстати, яркость немножко убавим, чтобы на камере хорошо было видно. Вот так получше. Размер. Язык русский, настройки судна. О, ничего себе, габариты судна. Размер текста, сигнал, клавиатура, выключенное время, датум, система координат. Так, ладно. О приборе. Хук-ривил версия 19.3.1 приложение 63.2.4 платформа, серийный номер, штрих-код, карты. Lawrence, C-Map, use, base map. В приборе закачана базовая карта мира. Версия Avionics. Экран. Ага, разрешение 800 на 480. Кстати, я уже посмотрел некоторые обзоры по этому прибору. Многие говорят, что все-таки разрешение 800 на 480 точек маловато. Но, ребят, за такие деньги это так и есть, к сожалению. я посмотрел у Garmin Striker точно так же 800 на 480 точек. Хорошо. навигация. Неинтересно. Карта, источник карты Lawrence, либо Navionics. Интересно. Кстати, у меня есть карта с островами. Условно бесплатная. Попробую сегодня ее на флешке залить. Так, кольца расстояния, координаты линий, пункты, маршруты. Ладно. карта, карта Echolot, запись эхограммы. Интересно. Кстати, на этом приборе можно записывать запись того, что происходит на дне. Вы можете идти по интересному месту и записать это как файл. даже в структурную. Даже вы можете записать структуру с бокового сканирования, с нижнего сканирования. Это очень круто, конечно. Отмена. Что еще? Просмотр запись эхограмм. Файлов нет. Датчик, транзюсер. Ух ты! Датчик. Кстати, сейчас у серии Хук и у Лоренс идут датчики 50-200 килогерц, 83-200, Total Scan, HDI в серии All 2.1, All 3.1. Так, что такое? Почему мы вышли? Давайте возвращаться к датчику. В общем, нам нужен по-моему либо All 3.1, либо Triple Shot. По-моему Triple Shot. Включаем. Смещение глубины не делаем. Эхолот, сигналы, единицы, километры, малое расстояние метры, скорость километров в час, глубина метры, высота метры, движение, температура, градусы, все настроили. Кстати, так, имитация. Это не надо. Ну, что, попробуем? Вот основное меню эхолота. Сверху мы видим установки, пункты, маршруты, точки, информация, хранение. Теперь, а, кстати, вот к настройкам можно быстро перейти. Кстати, вот основная страница. Вот это то меню, которое заслуживает каждый рыболов. Реально, вот это вот меню, так меню. Все четко и понятно. А то на простых сериях Lawrence меню просто страницы перелистываешь. А здесь вот тебе нормальное изображение. Карта, холод, сайдскан, даунскан и комбинированное. Также можно добавить структуру. Ой, добавить страницу. Кстати, давайте посмотрим, как можно добавить страницу. Делаем, добавить страницу. Так, обязательно нужна карта. Выбираем. Обязательно нужен даунскан. Выбираем. И сайдскан. А, кстати, вот наложение можно так, так, так. Угу. И, кстати, сайдскан очень важно. Наложение. Давайте посмотрим, как. Так, нет, не нравится. Так, не нравится. Так, наверное. Ну, можно сказать, что нормально. Сохраняем. Так, теперь у нас вот доступна новая страница, которую мы сохранили. что там происходит, посмотрим. Имитация включена вообще? Имитация включена, да? так. Так. Ну, ради чего вообще этот эхолот покупался? Это, конечно, вот этот сайдскан, боковой луч. Давайте посмотрим, что в нем есть. Ради чего покупался этот эхолот? Это ради бокового сканирования. вау, еще какая-то фирменная подсветка, фирменная палитра идет такая приятная, приятная такая мятно-голубая. демонстрационное меню, демонстрационное видео, глубины где-то сделаны, ну, здорово, конечно, видно. Класс, давайте плюс-минус попробуем, приближаем. Здесь, видите, сайдскан, что это такое? Для тех, кто вообще не знает. Наша лодка движется здесь, посередине. Датчик бьет сигналы в оба луча. Кстати, вот, 455 кГц. И можно, есть возможность 800 кГц частота. У 455 кГц уже луч, у 800 кГц чуть-чуть шире луч. Кстати, я прочитал описание у эхолота. у 455 кГц луч около 16 градусов. У частоты 800 кГц около 20 чем-то градусов. А вообще, обычный сонар Чирп, у него угол до 40 градусов. Так, давайте смотреть. Ну что, классно, классно. Все мне нравится. Приятная палитра. В общем, лодка плывет здесь и стреляет влево и вправо частотами, которые отражаются, и у вас на экране показывает эхолокация на расстоянии. Давайте посмотрим, до скольки можно сделать расстояние. Максимум. минимум понятно, да, сколько угодно, а максимум мы можем стрельнуть в обе стороны по, мне кажется, метров по 100. 200 метров в обе стороны мы можем это максимально стрельнуть. Обалдеть, парни, представляете, вы идете на своей лодке и вы охватываете площадь 200 метров вправо, 200 метров влево и в итоге у вас изображение 400 метров. Но это, конечно, ребята, актуально для очень большой глубины, для средней полосы России, где глубина реки до 20-25 метров, конечно же, это много. Оптимально там будет где-то по 35 метров в обе стороны или по 60, как вот здесь. Ну что, посмотрим меню. А, кстати, тут такая тема. Самая главная еще фишка этого эхолота. Одна из самых главных фиш, что здесь можно вот так курсором перемещать, смотрите. Вот так вот здесь лежит, допустим, какая-то затопленная лодка и делать увеличение. Опа! Видали? И картинка остается не размытой. Специалисты Лоуренс подчеркивают, что такая возможность есть только на Лоуренс Хук Ревилл. на эхолотах приборов конкурентов, Гармин. Картинка уже будет искажаться. А здесь она остается такой же. Это очень интересно. так. Ну, допустим, здесь какие-то рыбы, да? Вот здесь вот берем и увеличиваем. Что это такое? Тени отбрасывают рыбы, скорее всего. Можно посчитать рыб, да? так. Давайте меню. В общем, сказали, что в окне сайдскан можно менять расстояние. Сколько вы хотите видеть слева, справа. Дальше. Режим авто. Больше опции. Вообще серия хук еще славится тем, что у нее есть режим авто, который включает в себе все необходимые настройки, чтобы вы не заморачивались, чтобы вы долго не тратили свое время драгоценное на настройку эхолота, а уже приступили к поиску рыбы, к поиску интересной структуры и непосредственно ловили. Поэтому есть такой режим авто. Но также есть режим пользовательский. где настраивается диапазон глубин, чистота, вот, кстати, чистота, 455 кГц, либо 800. Так, контраст. Кстати, я посмотрел Константина Кудинова, где он говорит, что эхолоты Лоуренс настраиваются контраст изображения авто буквально плюс один, плюс два. Не знаю, так ли это, но при авто вроде как бы свет лучше подсвечивается. Не знаю, оставим авто. Расширены. Частота поверхности низкий, высокий, high. Частота поверхности это здесь. Так, что смотрим? Больше опций. переключение лево-право. Да, правильно, датчик можно устанавливать под лодку или от лодки, от днища лодки. И тогда вам нужно требуется переключение лево-право. Чего у меня убежала настройка? Больше опций. В общем, лево-право, линии расстояний для удобства. И самое крутое, это вот палитра. Ребята, палитра, это просто бомба. Это черно-белая палитра. Такая грубая коричневая. Зеленая. Вот такая коричневая. Кстати, мне вот такая очень нравится. На Хоминбердовской похоже. Вот такая вот, которая у серии TI была. Синяя, зеленая. Такая. Синяя. И темно-коричневая. В общем, по умолчанию стоит такая синяя-мятая, мне кажется, самая интересная настройка. Возможно. Ну, что еще боковое сканирование? Какое есть меню? В целом, больше никаких опций таких нет. Главное, настройка палитра. Теперь Downscan. Вау! Вот она функция FishRill, ребят. Все вот эти дуги, которые выделяются желтым, это рыбы. Кстати, я заметил, давайте меню посмотрим, больше опций. Вот, обнаружение рыб, это как-то FishRill. Если ее отключить, то не будет. Давайте посмотрим без нее. все, видите? Обычные эхолоты, структуру сканера и любые эхолоты с нижним сканированием как раз показывают вот так структуру, показывают вот эти черточки, точечки, планктон. Кстати, можно увеличить. Да, видите, чтобы наглядно видно было. Вот, еще можно. Вот эти вот точки, вот эти точки. Что это? Рыба или какие-то коряги, или взвесь, планктон, может быть, термоклин какой-то. Сейчас еще посмотрим. Тут уменьшу до конца. Вот точки, вот точки. Что это? Вот. Ну, вот это, вот опытные рыболовы, конечно, скажут, что вот это рыба, что вот это рыба. Это какая-то помеха, может быть, трава или грязь. Но теперь, парни, вот такая функция как раз и помогает рыболову понять, что это все-таки. Давайте включим обнаружение рыб. Смотрим. Вот. Теперь мы уже видим, что это дуга, это дуга, это рыба, это дуга. Уменьшим. Увеличим. Вот эти все синие, это помехи, а вот конкретно вот эти дуги, это рыбы. Их можно поштучно посчитать. также вот рыба среди каких-то водных взвесей. Это, кстати, взвесит мотор, это может быть взвесит термоклин или еще что-то. Так, посмотрим, какие меню. кстати, 455 герц на 2, да, увеличит. Что здесь есть? Опять же, чистота 800, не 800, контраст, больше опций. Обнажение, вот палитра также можно. Вот такая палитра. Кстати, я заметил, что во многих обзорах, что Лоренс предпочитают на синие палитры ребята использовать. Не знаю, почему, вроде, пока я не понял, но мне вот такая больше палитра нравится. Либо палитра вот этого Фишри Вилла. Так, сам эхолот, сам сонар базовый. Вот, ребят, вот с таким эхолотом я провел уже пару сезонов. Имеется в виду с простым базовым на серии Хук четверки GPS. И ничего, находил и рыбу, и коряги, но все-таки хочется видеть структуру, понимать, куда кидать, как корягу, с какой стороны обрабатывать. Ну, здесь какие функции? Больше опций. Одно окно, масштаб. А, кстати, палитру можно менять. Кому не нравится. Вот такая палитра на Garmin похожа. Синяя. Вот такая палитра. Черно-белая, как раньше серии были. Марк, серии Марк. Вот такая палитра. Интересно, да? такая палитра. Ух ты, сколько палитров тут. Ну, конечно, лучше стандартная. А, кстати, ребят, здесь есть функция идентификации рыбы. Так, посмотрим. А, стоп, это не то, не то. Наложение Downscan, наложение Downscan. Опа, видали? И теперь у вас на обычном эхолоте есть наложение структуры. Вот это, конечно, здорово. Когда вы и дуги видите, и структуру. А в том, в нижнем сканере наоборот. Вы видите структуру и видите дуги. То есть, они вот как сделали, похоже. Сделали в простом режиме сонара видеть структуру, а в режиме структуры видеть режим сонара дугами. Да, интересно, конечно. Еще и опции Downscan есть. Смотри, и палитру можно, и слой какой-то сделать, да? А, можно, я понял, это есть такая штука. Насколько ты сильно делаешь вмешательство Downscan в обычный эхолот? если ты много сделаешь, то у тебя все будет нижнее сканирование. Значит, мы остановились на нижнем сканировании. Что у нас еще такое интересное есть? А, в обычный эхолот мы посмотрели. Теперь самое-самое-самое это карта. Давайте посмотрим, что за карта. сейчас здесь установлена базовая карта. И теперь какие здесь же есть возможности? какие же есть возможности? Это эхолот Cardplotter. А Cardplotter это значит, что есть функции закачки карт. Этот эхолот поддерживает карты Lawrence, Navionics, Simmap, активная запись онлайн карт. Также сюда можно докупить карту на флешке Active Life Chart карты, карты, карты Navionics с карты глубин. И здесь можно записывать карты онлайн. Это идет бесплатная рисовалка от Lawrence. Как она называется? Fish, Fish, Fish. Так, посмотрим меню у карты. Какое здесь меню? Новый пункт, можно задать новую точку. Ну-ка, интересно. А, можно написать буквами, да? Ну-ка, русский язык есть? Похоже, только английскими. координаты. Следующее, можно выбрать значок. Мне нравится вот такой вот черепок или рыбку. Так, это что? Можно цветовой какой-то ярлычок выбрать. сбросить. Так, найти. Это что такое? Можно по координатам? Ну-ка, по координатам. А, понятно. Если вам кто-то знакомый сказал координаты какие-то, вы можете сюда забить и посмотреть. И сохранить эту точку. Пункты карты. точек еще нет пока. Больше опций. Наложение. Вот. Очень интересная функция наложения структур скана, показания структуры сканера на... Куда она переключилась? Показания структуры сканера на карту. Вот. Смотрите. Наложение структуры. Наложение опции структуры, какая есть. Ох ты! Палитра прозрачность. Здорово. Слушай. Вот это да. Вот так функция так функция. Палитра, контраст, столб воды. Это что такое столб воды? Ну понятно. Не знаю. Так. Молча. Так. Понятно. Очистить историю, да? Интересно. Так. Карта. Меню. Больше опций. Значит, наложение структуры. Опции структуры. Мы можем накладывать палитра. Дальше. Ориентация север-вверх, курс-вверх. Интересно. Лучше курс-вверх сделать. Смотреть вперед. Параметры карты. Детали карты полные, средний, низкий. Ну, конечно же, полные. Палитра глубины. Глубинный фильтр выключить. Категории. Интересно. Так. Ну, в общем, да. То, что нам надо. Полная поддержка карт. Можем рисовать треки, отмечать точки, добавлять структуру. Это просто круто, ребята. Это просто круто. там. Ну, все, надо пробовать на воде. Подытожить, что я могу подытожить по этому эхолоту. Ну, в общем, это, я так понял, самый бюджетный вариант эхолота с боковым сканированием, картплодер, но с функциями от старших братьев. Да, действительно, как и функциями старших братьев. Это и полная поддержка карт, запись, рисование, палки, глубин. Это кстати, там некоторые говорят, что палитра не рисуется, но это нормально. Также это функция fish reveal. В общем, ребят, что хочу подытожить про эхолоту. Это отличный эхолот за такой бюджет. Действительно, мы промониторивали с моим напарником Вовой. все действующие это Striker, вот этот Lorenz, еще какие-то бэушные серии TI, TI2, HDS, Raymarino элементы уже дороже идет, под 70 тысяч. И действительно, такой эхолот является, он обладает всеми теми функциями, которыми обладают хорошие, мощные эхолоты серии TI, TI2, HDS, слив, здесь есть боковое сканирование, что нам самое главное боковое сканирование, действительно. Возможность отмечать точку на боковом сканировании, сохранять, но самое главное, это, конечно, все эти функции, работа с картой, кардплоттер, полноценный кардплоттер, бесплатно рисовал код Lorenz Genesis Live, поддержка всех карт Navionics, SimMap, Lorenz, действительно, правда, говорят, конечно, один минус всего лишь выявили, что на бесплатной рисовалке Lorenz по литру нельзя окрашивать цвета, какие ты хочешь, но она подкрашивается такой светлый, свету голубой, но это вполне хватает, чтобы определить глубины. На этой карте есть функция шкала кольца расстояний, это на карте очень помогает, сколько вам расстояний для точки, 5 метров, 10 метров, 30 метров, в общем, ну и, конечно же, функция Fish Reveal, как и эхолота называется, это наложение дуг вот этих на структуру, чтобы каждому рыболову было более понятно, чтобы он не придумывал там, что это рыба, это не рыба, а тут уже видно, что дуга, это значит рыба, эхолот сам понимает. В общем, бюджетный эхолот, относительно бюджетный, очень крутой экран SolarMax, все видно, экран, кстати, матовый, быстрый, быстро загружается, все делается, будем использовать его на рыбалке и попробуем снять первое видео действительно с поля боя, как говорится. Ну все, ребят, всем пока, вот такой эхолот, подписывайтесь на канал, ждите нового вида, видео, эхолота с воды, я еще в интернете посмотрел, по-моему, обзоров мало с воды, хочется, тем более, мы сравним этот эхолот с легендарным эхолотом, это Raymarine Dragonfly 7-ка, нижнего сканирования, посмотрим, как по разрешению он уступает, не уступает этому прибору, уступает.